Здравствуйте, мои дорогие друзья! С вами Елена, ваш домашний лекарь-аптекарь. И сегодня тема видео – лучшие успокоительные препараты. У меня вышло видео недавно с советами, как успокаиваюсь я, что я использую, чтобы успокоиться. Потому что этот вопрос очень часто задаваемый, особенно в последнее время. И видео вышло, но сейчас, я уверена, последует шквал вопросов на тему «Хорошо, это ваши советы, но нам нужны лекарства». И сегодня я делаю видео как раз на тему лекарств. Что считаю я, чтобы я порекомендовала самое лучшее от нервов, для нервной системы, для сна. Сегодня ходит такое утверждение, и оно очень справедливо, что все болезни от нервов. Так говорили раньше, если честно, сейчас говорят то же самое, и будут говорить в будущем, уверена, тоже. Да, из-за нервной системы у нас очень много возникает заболеваний. Ее нужно нервную систему беречь. Нервные клетки не восстанавливаются, много ходят всяких и шуток, и анекдотов, и поверий. И на самом деле я согласна, что это все так. Поэтому долго говорить не будем. Это видео будет не длинное. Я так надеюсь, просто по лекарствам. Что советую я, если вы вот посмотрели то мое видео, я за то, чтобы мы, каждый из нас, люди, брали себя в руки и старались сами себя успокоить. Не ждали от кого-то этой подачки. Нас успокаивать никто не будет. А чтобы мы сами успокоились. И что для этой цели советую я с этой проблемой. Давайте начнем от простого к сложному. Во-первых, просто чай. Та же ромашка, она тоже хорошо успокаивает. Тот же любой сбор успокоительный в аптеке вы можете купить на травах. Куда входит пустырник, боярышник, валерьяна, корневища валерьяна. То есть все растения. Но у нас есть очень много людей, любителей таблеточек. Поэтому, что рекомендую я. Самый покупаемый препарат в аптеке это валерьяна. В любом его виде. Таблетки, капли, сборах и чисто трава. Насчет нее много мнений, много версий. На меня лично она действует наоборот. Иногда очень чересчур сильно успокаивает. Даже от одной-две таблетки я могу становиться, как... Даже голова хорошо не думает. Раньше, давно, очень давно я ее принимала, я сама по себе заметила. А иногда она меня наоборот может чересчур тонизировать. То есть валерьяна лично не мой спасательный круг. Насчет таблеток. Лично я, лично в последнее время, я стараюсь сама контролировать свои эмоции. Стрессы бывают и у меня, неприятности бывают и у меня. Но я не прибегаю к успокоительным таблеткам. Честно говорю вам это. Значит, по поводу валерьяны. Если часто ее использовать, а у меня есть много знакомых, прям сидят на ней, пьют ее каждое утро. День начинают с валерьяны. Раньше ходила шуточная такая среди них пословица «Вдруг война, а я спокойный». А сейчас война, и никто не хочет слышать эти новости, которые многих шокируют. Многие высказали свое мнение. Даже ученые многие об этом. Одни говорят, что привыкание дает. Другие говорят, что не дает. Одни рекомендуют не больше месяца. Другие не больше недели. Я считаю, что привыкание дает. И люди уже привыкли и не чувствуют, действует она или не действует. Но валерьяна дает привыкание, как и любая трава. Это лично мое мнение. Поэтому, если кратковременно принимать, ладно. Потому что, если мы не хотим болеть, если мы уверены, что многое, что от нервов. Но я вам хочу сказать, заболевание, чтобы от нервов было, это нужно быть в таком глубоком стрессе и заболеть. А если кратковременные неприятности там, если в течение месяца даже неприятность какая-то закончится у вас, не стоит пить таблетки. Но все-таки тема про таблетки, значит, говорим о таблетках. Если вы берете первый раз какие-то лекарства для успокоения, я рекомендую, ладно, берем простую валерьянку. Валерьяна бывает разная. Она бывает в флакончиках. Вы не смотрите сейчас на коробочки, как они выглядят. Они сейчас будут, вот я вам показываю, в зеркальном отражении. С одной стороны, это хорошо, чтобы меня не обвиняли, что я занимаюсь рекламой. Плюс, вы меня смотрите во всем мире. Германия, Великобритания, Америка. Многие-многие страны меня смотрят. У вас может не быть препаратов точно с такими же названиями, как я вам показываю. Поэтому вы запоминайте составы. Сегодня составы будут просто называться. Это будут травяные препараты в основном. Поэтому вам будет легко запомнить, что просить в ваших аптеках, там, где вы живете. Значит, первое, самое простое валерьяна. Она и успокаивает, а некоторым даже помогает уснуть. Если принять ее за 20-30 минут до сна. В дозе 15 миллиграмм валерьяны. Но, опять же таки, в разных странах эта дозировка может отличаться от 15 до 30 миллиграмм. А иногда и выше. Если вы хотите только успокоительного эффекта, есть препараты, как, например, хербостресс. Тут в составе препарата входит хмель, экстракт соцветий, валерьяна, сухой экстракт корней, витамин В6 и еще мелатонин. Это идет формула для сна. А есть формула просто успокоительная. В нашем случае это препарат, мы говорим, хербостресс. Если просто для успокоения, то тут такой состав. Пассифлора, хмель, овес, ромашка, сибирский женьшень, сухой экстракт корней, витамин В6, витамин В12. И уже витамин В6, В12 идет в меньших дозировках, мелатонин отсутствует, как в формуле для сна. Вот если вы берете для успокоения такой препарат, то можете пить в течение дня, чтобы успокоиться. Он рекомендован одной таблеточкой прием. Если вы уснуть не можете, то не нужно вам сразу просить что-то сильное в аптеках, типа феназипама, алпрозолама, а берите что-то простое, натуральное. Вот в хербостресс формула для сна сюда входит мелатонин. Про мелатонин я делаю отдельное видео. Посмотрите. Это очень безвредный, хороший компонент, чтобы спать и чтобы не навредить своему здоровью. Посмотрите подробно это видео. Дома Галина, проходите, я потом подойду к вам. Проходите. Добрый день. Добрый день. Значит, запомните, что формулы для сна есть травяные и есть формулы просто успокоиться днем. И что хочу еще подсказать. Те, кто хотят поспать, выспаться, уснуть, то принимайте, попробуйте принять дневную формулу. Иногда и они многим помогают, чтобы хорошо уснуть и поспать. Есть препараты в таблеточках, в сиропах. Сиропы действуют быстрее. Сиропы и капли действуют быстрее. Таблеточки немножко медленнее. Далее мне нравится вот такой состав еще. Представленный препарат называется нейростабил. Значит, что входит сюда? Валерьяна, мелиса, мята, глицин и витамин В6. Эти тоже компоненты считаются безвредными, полезными. Но не забывайте, что вот эти препараты, что я говорю, их не рекомендуется тем, кто занимается ответственной работой, где требуется повышенная концентрация внимания. Тем более за рулем. И даже те, кто не за рулем, мы тоже переходим дороги. Всякое может случаться. Поэтому будьте внимательнее, чем обычно. Из простых дешевых препаратов мне еще нравится от фирмы Сперку. Это украинский препарат. Наконец-то они появились. Их многие люди ищут. Это препарат Сидосен-Форте. Он представленный таким составом. Валерьяна, мелиса и мята. Но уже в более больших концентрациях. Вот он рекомендуется больше даже для сна. Хотя состав очень простой. Без всяких добавок витаминов группы В, мелатонина. И препарат не такой уж и дорогой. Если вы не можете спать и хотите что-то безвредное, потому что уже вопросы задавались мне в плане, что что же принять, кроме алпрозолама и фенозепама, то я за витамилатонин. Мелатонин. Они могут по-разному называться у вас в аптеках. Вот мелатонин у нас представленный двумя позициями. И еще есть вот такой вот в жидком сиропе. В форме сиропа. С добавками трав. Вот эти вот препараты. Посмотрите, кто хочет поспать, немножко успокоиться. Мое видео про мелатонин. Вы подчеркнете себе много полезной и ценной информации про эти препараты. Я тоже считаю их безвредными и полезными. Еще многие принимают как успокоительные препараты из группы магния. Магний В6. Они тоже представлены многими фирмами. Вот у нас, например, магнилон есть такие. Вот и сиропы, и в таблетках. Тут идет магний и все витамины группы В. То они тоже идут как успокоительные. Но все равно лучше советоваться с врачами, с медработниками, с теми, кто что-то разбирается и хорошим может посоветовать в этом плане. Но я все-таки за то, чтобы мы с вами сами могли контролировать свою ситуацию и без таблеток смогли выходить из стрессовых ситуаций. Ну, когда уже не получается прибегать к этим лекарствам. Это все лекарства, по-любому. Но я считаю, что мы, люди, сильнее всех обстоятельств. И можем сами себя взять в руки. Так и полезнее, и безвреднее. С вами была Елена, ваш домашний лекарь-аптекарь. Будьте здоровы!